Ну что, всем ровным привет, всем вам ровным привет, с вами снова я, Квасин. Короче, у меня немножко это едет крыша, потому что у нас как-то так вот резко холодает, знаете, то у нас 10 было градусов, то 6, то резко раз и минус 5 днем. Такой, ну все, пизда, зима пришла, типа все дела. Надо вам снимать, короче, разные теплые такие ароматы, немножко даже гурманские. А потом я вспомнил, что я просто ненавижу гурманику. Вот и родилась тема, короче, такая. Это гурманская негурманика. Это ароматы, которые вроде гурманские, но сожрать их вообще не хочется. Они не пахнут булками. Вот это все съедобные хрени, вот ненавижу. И знаю, что нас таких много, которые не любят вот эту съедобную историю. Типа, знаете, пахнуть булочкой, пахнуть пончиком, пирожком, лимонным особенно. Люблю-ка пахнуть пирожком, тортиком, сосисочкой, вкусненький ароматик, вкусная водичка. Ненавижу такое. Мне нравится, чтобы гурманика была такая парфюмерная. Чтобы это были духи, а не какая-то там вот эта вот еда прям, как будто вы провоняли где-то там в столовой или в кафешке. Мне это прям очень не нравится, если честно. Вот. И, собственно, так родилась сегодняшняя подборка из четырех ароматов. По-моему, у меня было видео на эту тему, но где-то год назад, я не помню. Вот. Но постараюсь вспомнить, короче, по ходу дела. Ну, в общем, вот так вот. Оставайтесь со мной, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите ваши, короче, гурманско-негурманские ароматы. Потому что я постоянно в их поисках ненавижу пахнуть вкусненько. Терпеть не могу. Вот. Ну, и не забывайте, что это видео, как всегда, снято с поддержкой РНДВУ. Пользуйтесь промокодиком 10квасе. Навесо ассортимент. Ссылочки на подборку вы найдете в описании. Берите боксик. Мои волшебные ароматы с эффектом. Восемь моих любимых ароматов, которые я сюда поместил. Вот. И вы можете с ним ознакомиться, потестить, раздрочиться. Потому что лучше этого вы еще ничего не слышали. Давайте начинать с моего последнего такого мини-фаворита. Я проникся им. Они ко мне пришли, я их протестил. И что-то они у меня стояли. А сейчас вот этим ароматом я прям немножко упиваюсь. Это бомба, конечно, Орхид Ваниль. Вот. От Ван Клифф Энт Эрплс. Боже, короче. Ну, из крышечки это прям такой шоколад. Знаете? Прям такой шоколад. Какайфовый. Аромат, знаете, в нем прекрасно все. Во-первых, что мне нравится. Что он... Надо вам, кстати, снять видео. Как определить хороший аромат от плохого. Вот он стартует нежными такими вот цветами. Цветыечками. Возможно, это, да, какая-то орхидейная мотивы. Белоцветочная. С капелькой ванили. Вот. Эта капелька ванили потом начинает шоколадиться. В такие какие-то шоколадные моменты. Умиротворяющие вас припускать. Вы такие... Такой, знаете, он очень приятный. Гурманский. Но назвать это с ластюшкой поебюшкой нельзя. То есть, знаете, сожрать не хочется. Это такие, знаете, какие-то шоколадные цветы. С шоколадистой такой вот ванилью. Чуть какого-то какао-порошка. И все такое, знаете, какое-то очень-очень тонкое, нежное. Между срок, между строк. Вот так вот как-то, знаете, считаем по губам. Как-то очень, знаете, все очень тонко. Нежные вуалью, легкой. Без какой-то перегидролленности. Это хорошо, потому что, знаете, есть форта, а есть пиано. Пиано гораздо сложнее играть, чем форта. И этот аромат, он не про громкость. Он наоборот про такую вот какую-то тихую историю. Но очень-очень красиво. Именно здесь, знаете, какие-то шоколадные такие вот цветы. Такой какой-то особой орхидеи я тут не слышу. Какой-то, знаете, одного цветка нет. Это что-то, знаете, очень схематичная история цветочная, которая вся утопает в такой вот легкой дымке, тумане, из ванили, шоколада и дерева. Вот так вот очень-очень-очень нежно, разбеленно и очень приятно, знаете. Стойкость хорошая, где-то часов 5-6 он держится. Вот. Ну вот красивый он. Он вот красивый. Сладкий, но не слишком. Гурманский, но сожрать не хочется. Он такой вот, знаете, очень мирный, такой домашний. Такой, знаете, в холода его надеваешь и кайфуешь. Прям кайф, девочки. Орхид ваниль, я знаю, вы много кто знаете. Напишите ваши к нему отношения. Его либо любят, либо ненавидят. Но люди, знаете, они настолько банальны, я вообще их не понимаю, этих людей. Вот. Что с ними не так? Они, короче, знаете, охуенные композиции. Они гнобят за то, что... Ну, знаете, какое-то быдло парфюмоньяки, их можно назвать. Им надо, чтобы кирки было в нос. Им надо, чтобы воняло за 3 километра. Ну, извините, знаете, мы, конечно, понимаем, что отсутствие хорошего вкуса – это нормально и простительно. Но нужно же иметь в виду, что парфюмерия – это не только громкость, это не только стойкость. Это как бы и тысячи других оттенков. Поняли, мои парфюмерные быдланочки? Прям так вот хочется сказать, это ебучие фрагрантики этим ебанутым теткам. Поняли? Поэтому, девочки, не стопоритесь на чем-то одном, на вот этой стойкости, на вот этой громкости. Миллион всего. И это интересно изучать, понимаете? Орхит, ваниль, кайф. Ну, вот кайф. Дальше, девочки, моя сравнительная новиночка, которая меня охуела – это Франческо Дель Оро. Это Рубя Сукре. Такой вот, смотрите, кристалл. Такой вот амбровый кристалл. Видите, он весь переливается. У меня тут новое колечко с сапфирами. Адское просто, оно нереальной величины, нереальной красоты. Подходит к колье. Вот, крупное такое вот. И к чему это я вел, не помню. Вот. Ну, то есть, знаете, флакон какой-то весь граненый, такой роскошный. Рубя Сукре. Знаете, весь бренд Франческо Дель Оро, он произвел на меня впечатление. Очень многогранные ароматы. Очень богатые на ноты. Очень богатые на оттенки. Это роскошь. Тут все охуенно. Вот, знаете, тут вот все на максимум. И насыщенность, и плотность, и ноты, и пирамида. Знаете, это звучит пиздец как. То есть, стартует он таким, знаете, сжженым сахаром, карамелью. Таким вот сахарной ватой, и соленой карамелью, и ваниль там внутри, и шоколад тоже. И вот, знаете, это так сладко, и так сахарно, что пиздец. Ну, почему это не делает его вкусной водичкой? Все просто, потому что это звучит по-парфюмерному. Это да, пахнет сладко, но ты не хочешь это сожрать, потому что это не настолько правдоподобно. Это по-парфюмерному сделано красиво. Понимаете, с какими-то цветочками, с такими амбровыми мотивами. С такими вот зеленым листом инжира. Вот как-то так вот тут проложено, такой зеленый мотив в этой композиции. На этих всех, знаете, сахарах, сахарозах, сахарных ватах. Тут все разбавлено какой-то зеленушкой, пизюшкой. Такой вот всей истории. Дерево, санда, услышу, ут. Он где-то вдалеке. На основной это, конечно, сахар, карамель, ваниль, шоколадная такая. Вот прям, ну вообще, от нас, девочки. Очень красивый аромат, гипернасыщенный. Вот, посмотрите обзор на Франческу Деллера. Я там вообще, каждый аромат на вес золота. Надо тестить вам этот бренд. Вот, и искать свои фавориты. Он очень достойный девчухам. У меня тут недавно произошло знакомство с хитом. Вот, с хитом Машды Бекали Фьюшн Сакра Абскур. Вот. Я вообще боялся, если честно, его тестить. Потому что все говорят, ой, гурманика какая. Ой, какая гурманика, девочки. Вот он. Камень. Мироздание. Я его очень боялся тестить. Потому что я ненавижу гурманику. А все говорили, это такая классная гурманика, вкусняшка. Я, короче, потестил. И это та гурманика, которую я приемлю. Да, девочки. Не зря его хвалят. Это настолько разнообразная штучка, что это пиздец. У меня нету слов. То есть, знаете, он от и до. Это несъедобная парфюмерная гурманика с тысячью оттенками. Вот, чтобы не спиздеть. Тут он стартует каким-то листом ревень. Знаете. Потом проступают кофейные оттенки, ванильные оттенки. То есть, сахар. Знаете, сахарные такие вот ноты. Это не сахарный, а жженый сахар. Скорее, карамель, капучино. Потом какая-то лактонность вылезет. Мед. То есть, знаете, это все вот так вот мерцает. Знаете, это какой-то гурманский диско-шар. Аромат диско-шар. Вот действительно, знаете, и все, у кого он есть, они это подтверждают. Так что это удивительная вообще история, что он постоянно вот мерцает, видоизменяется. То сахаром пахнет, то ванилью, то кофе, то зернами кофе, то свежесваренным кофе, то в какие-то пачули уйдет, то обратно уйдет в ваниль моно, то он уйдет в какую-то молочность. То есть, знаете, это прям вообще что-то с чем-то. Вот действительно, стойкость невероятная у Машды Беккаля, конечно. Это Fusion Sacre Obscure, девочки. Вот у меня еще есть Fusion Sacre Obscure версия Клэр. Он тоже очень неплохой. Он тоже балдежный. Но решил вам, короче, вот эту вот бомбу притащить, ну потому что ее все знают. Это классика. Очень хорошая. Вот гурманика, которую не хочется сожрать, которая не пахнет вкусняшкой, ебучей. Не пахнет, вот как будто вы только что пожрали. Ну вот знаете, классная история. Это как я люблю. Супер, девочки. Машда Беккаля, конечно, рулит. Еще что-нибудь хочу из нее потестить. Не зря вы меня на нее раздрочили, девчонки. И дальше, девочки. Последний ароматик – это Zmeya. Шоколадная Sand Dance. Вот. Стефан Умбер Лука, Sand Dance, девочки. Это у нас вообще кайф. Это тоже гурманика. Ну вообще какая-то, знаете, сухая. То есть это про какао-порошок. Это про шоколад. Про кучу специй. Где-то это даже виски. Бурбон какой-то, знаете. Это все на какой-то дубовой бочке. С удом. С каким-то ладоночком. С дымом. С порохом. На куче специй. С моментами песка. Пустыня. Вот сахары. И шоколад. Такой вот темный шоколад. И какао-порошок такой сухой. Вот про это этот аромат. Он, знаете, звучит как будто вот сыпущая гурманька. Вот как-то так хочется назвать. Аромат действительно, знаете, какой-то пустынный. Вот в нем нет никакой влажности. В нем нет никакой сочности. Он сухой-сухой до трещин. Но он сладкий. И он гурманский. Вот действительно сухой аромат. Сухущий. То есть, знаете, вы как будто песком на себя вот так вот брызгаете. И прям сразу сухо в носу. Бывало такое ощущение? Напишите. Вот сразу какая-то сухость в носу. И аромат прям сухой. Нету тут ни одного влажного компонента. Какао-порошок. Шоколадный какой-то порошок. Прямо песок. И виски тоже вообще какой-то он терпкий. Специи вот эти вот. Вот про этот аромат. Очень красивый. Такой прям, знаете, на зиму какую-нибудь влажную. Такой вот сухой аромат. Вот. Летом он, кстати, тоже неплохо звучал. Я его поразнашивал летом. Но, конечно, летом можно подумереть от такого шлейфа. По техническим характеристикам здесь все хорошо. Ну, знаете, роскошный аромат. Роскошный. Именно сухая такая несъедобная гурманика. Поняли? Рекомендую. Пишите ваши фавориты из несъедобных гурманик. Я послушаю. Я постоянно в поисках таких ароматов. Ну, не люблю я пахнуть съедобненько. Не люблю я вот эту вот, блядь, залупу. Вкусная водичка. Пахнешь тортиком. Пахнешь булочкой. Не люблю. И не понимаю вообще. Самый вообще, знаете, страшный аромат. Это жо-де-по. Вот у меня был сержи-лютен жо-де-по. Кошмар. Прям реально. Пшеница. Какой-то хлеб, блядь. Молоко. Фу. Мне вообще не зашло. Я им сначала полы мыл. Потом в стиралку добавлял. Знаете, когда в стирку. И потом он меня настолько выбесил. Я его кому-то подарил. Или бы выкинул. Не помню. Ну, так вот. Ненавижу гурманику съедобную. А такую люблю. Вот так вот, девочки. Подписывайтесь на телегу. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите мой боксик. А с вами была я, Васиха. До новых встреч. Люблю. Целую. Пока-пока.